Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем еще раз доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Работая действительно долгие годы на радио, я знаю, что одна из самых главных проблем молодых ребят, которые приходят диджеить в эфире, это то, что когда они садятся, слушают эфиры других ведущих или садятся с кем-то в паре, они невольно начинают перенимать разговорные приемы, привычки, даже иногда какие-то интонации голоса считывать и таким образом воспроизводить в эфире. И получается, что человек, который пришел работать, вдруг становится клоном буквально другого человека. И это всегда вызывает раздражение руководства и говорят, что у тебя это собственная должна быть манера. Зачем ты копируешь и даже речевые обороты какие-то, иногда бывают словечки-паразиты, которые звучали в речи одного, переходят, перекочевывают другого. Это действительно такие профессиональные, для того чтобы найти свой стиль, найти свое какое-то звучание, свой голос, требуется какое-то время. И, может быть, это действительно необходимый период. Но, тем не менее, не только у ведущих радио такие проблемы бывают. Я понимаю, что эта проблема отзеркаливания других людей, она встречается довольно часто. Я бы даже не назвал это проблемой, честно говоря. Отзеркаливание, подражание действиям других людей, ну, на самом деле, достаточно мощный эволюционный механизм. Начнем с того, как дети учатся у родителей в школах. Поначалу дети впитывают то, что видят. Подражают выражениям, подражают мимике, подражают жестикуляции и еще много чему подражает. Мы в нашей прошлой передаче упомянули такое явление, как зеркальные нейроны. Это клетки головного мозга, которые были открыты в 90-х годах. Некоторые считают это одним из величайших открытий нейробиологии, некоторые относятся к этому критически. То есть, это клетки, отвечающие за восприятие реальности и за подражание кому-то или чему-то, что люди видят. Ну, они обнаружены у млекопитающих практически у всех, у некоторых видов птиц, даже у кого-то из насекомых. Наверное, мы понимаем, что особенно... Если мы говорим о животных, я не знаток зоологии, но, очевидно, животные вряд ли передают свои знания детенышам с помощью речи. По крайней мере, у нас нет свидетельств, осознанной речи у животных. Поэтому, очевидно, с помощью этих зеркальных нейронов детеныши учатся, помимо инстинктов, они учатся, как добывать пищу, они учатся, как скрываться от врага, они учатся, как находиться в семье или в стаде, или где угодно. То есть, это необходимая часть нашего развития. И роль этих зеркальных нейронов в обучении вообще крайне важна, потому что, как мы вспоминаем, и детский сад, и школу, и, может, даже институт, чем раньше наше обучение начинается, тем больше оно основано изначально на подражании, а не на осознавании, не на рациональной работе. Ну, как мы умиляемся часто, когда маленькие дети действительно копируют взрослых отношения, иногда бывает даже начальник, подчиненный, играют какие-то ролевые игры у них постоянные, где они, подсмотрев за взрослыми какие-то житейские ситуации, начинают их воспроизводить. Да. И, ну, кроме вспомнить, на чём основано обучение изначально. Вот дети учатся писать. Рисуй палочки так, как написано в прописях. Рисуй, подражай, делай так, как в соответствии с неким образцом, и следуя образцу, ты приходишь к какому-то результату. В общем-то, это и во взрослых жизнях, если мы вспомним в средневековье возрождение гильдии цеха мастеров, тоже есть мастер, есть некий мастерский образец, и следование образцу, подражание – это и значит стать хорошим художником, ремесленником, скульптором, кем угодно. Ну, появляются гении, которые создают свои образцы. И по одной из каких-то простых теорий, до определённого возраста эти зеркальные нейроны действуют, являются базой для общения с окружающим миром, потом постепенно накапливается собственный опыт, и человек перестаёт строить свои отношения с миром на основе этих зеркальных нейронов и вырабатывает собственный рациональный стиль поведения. И да, очень заманчиво это сравнить с детством, с подростковым передом, со взрослостью. Но, как мы знаем, удивительное количество вполне себе взрослых людей живут по-прежнему подражая. Ну, у нас есть такое явление, как мода. Мода на что угодно. На одежду, на музыку, на определённую еду, на породы животных, которых стоит заводить. Это недавно мы обсуждали, что куда-то с улиц уже никто давно не видел эрдельтерьеров, допустим. Я давно видел собаки боксёра, которая была так популярна в моём детстве. Кто-то, что пуделей тоже давно не видел. Тоже какие-то моды проходят, и даже какие-то группы животных исчезают из нашего обихода. Или, наоборот, входят. Я помню, как после мультфильма «Рататуй» все бросились заводить домашних крыс. Но вот фильм прошёл, сейчас уже это… Я очень хорошо помню, как в зоомагазинах большое количество… Мы сами просто покупали ребёнку крысу домой, и вот большое количество было крыс. Сейчас я захожу в зоомагазин и уже не вижу такого количества. То есть, мода прошла. Наверное. Наверное. То есть, отзеркаливание – обязательная часть нашего развития. Я думаю, что мы можем разделить подражание отзеркаливания на бессознательное и на осознанное. Вот бессознательное – это то, о чём мы говорили. Процесс развития, подражание, обучение неким навыкам и так далее. Что такое осознанное подражание? Сказать о моде. Одно время очень модно было такое направление психологии – нейролингвистическое программирование, НЛП. Оно было невероятно модно. На всех прилавках лежали книжки по НЛП, кругом была реклама тренингов по НЛП. и обещали чудеса. НЛП для бизнесменов, НЛП для домашних хозяек, НЛП в лечении психологических проблем. И одна из техник НЛП называлась отзеркаливанием. То есть, если ты общаешься с человеком, и ты хочешь с ним вступить в контакт, ты хочешь вызвать его доверие, ты хочешь быстро становиться на одной волне, ты должен осознанно ему подражать. Подражай его движениям, принимай схожую позу, когда с ним разговариваешь, говори с его интонациями, подстраивайся под его дыхание. То есть, ты дышишь с ним примерно в одном темпе и говоришь в одном темпе, ты якобы бессознательно выстраиваешь цепочку доверия с ним. Ну, всё это очень быстро начало отдавать, на мой взгляд, манипулятивностью. Когда человек сидит напротив тебя и старательно тебе подражает, что бросается в глаза, потому что он начинает походить на передразнивание и на подражание, это тоже, как-то, мне кажется, одно время людям указали чудесный способ, отзеркаливая, и все тебе будут доверять, и будешь добиваться людей того, чего ты хочешь, и будешь ты во всём успешен, и будет тебе счастье. Ну, я сразу представляю себе абсурдную ситуацию, если два человека, начитавшись вот этих техник, пытаются, ну, то есть, каждый не ведёт себя естественно, а наоборот пытается считать и отзеркалить другого, и в результате может получиться абсурдная ситуация. Да, да. Одно время это было очень популярно среди людей, которые чем-то торгуют, техника продаж обязательно входило в эту технику налаживания общего языка с клиентом, и якобы ты его отзеркаливаешь, ты становишься его копией, и куда легче убедить его в том, что ты хочешь ему продать. И, наверное, в чём-то, вот это когда мы на кого-то похожи, что-то, наверное, родное, оно, наверное, сближает в каких-то ситуациях. Был такой популярный писатель Макс Фрай, это было как фэнтези, там речь шла о магах, волшебных колдунах. Вот один из самых могущественных колдунов был наделён даром полностью копировать своего собеседника. Как было сказано, он превращался в своего собеседника в самую сокрушительную форму обаяния. То есть предполагается, что если человек наша копия, то мы ему всецело доверяем. И тут возникает хороший вопрос. Тут мы вспоминаем следующее. Да, наверное, мы ему доверяем, когда он наша копия. Если мы себе нравимся, если мы с собой в ладу и в комфорте, а что делать с тем, когда у нас конфликт с собой, когда нам какая-то часть себя крайне несимпатична, какие-то проявления себя. Тут мы вспоминаем многократно упоминавшуюся в передачах одну из форм психологических защиток, механизм проекции. Когда мы кого-то очень осуждаем за то, что нам не нравится в себе, то, что мы отрицаем в себе, не хотим признавать себя, задумываемся очень собой недовольны. И это много-много-много раз подтверждалось во время терапии, когда человек... Один из принципов терапии – если ты слышишь от пациента какую-то сильную эмоцию, значит, мы идём за ней. И вот когда это сильная негативная эмоция в адрес кого-то, не просто неодобрение, а очень сильное раздражение, ярость и так далее, стоит прислушаться, почему тебя это так раздражает. И очень часто, идя за этими чувствами, идя за ассоциациями, воспоминаниями, приходим к тому, что это на самом человеку не нравится в самом себе. Вот этот момент, когда человек растерянно говорит, так это я, что ли? Это вот очень интересно. Тогда человек начинает вслушиваться в себя и понимать, откуда же в нём те вещи, которые его так раздражают, которые он так отказывается признавать и так бичуют его в другом человеке. Есть расхожая история, такая, мне кажется, местами спорная, местами нет. Вот люди, ярые-ярые гомофобы, которые людей гомосексуальной ориентации бичуют изо всех сил. У каждого человека есть право не признавать гомосексуальность. У каждого человека есть право не испытывать симпатии к гомосексуальной части общества до тех пор, пока это право не начинает проявляться в призывании к уничтожению, к ущемлению, в правах и так далее. Но когда человек начинает буквально с пены и на губах бичевать другого человека за неправильную, по его мнению, ориентацию, здесь всегда есть к чему прислушаться. Все есть к чему прислушаться, почему человек так яростно отрицает вообще саму возможность всего этого. И это тоже, когда мы работаем в терапии, у нас бывают очень интересные находки. Вот. Загадочная фраза, которую... Ну, это отдельная тема. Да, врачебные всякие тайны. Да, ну и вот интересно, вот я сразу подумал от отзеркаливания. В России, если взять российских чиновников, было же очень много шуток, что когда президентом был Борис Николаевич Ельцин, все увлекались повально теннисом, когда президентом стал Путин, то мода на дзюдо пошла. То есть, вот, ну, как бы вид спорта, которым нужно обязательно заниматься в свободное время, тоже меняется в зависимости от... Наверное. Наверное. Я думаю, что здесь есть и некое осознанное подражание. Возможно, это есть подражание тому, что у меня есть кумир или лидер, которому я должен подражать. Я должен быть в обойме, что называется. Я слышал именно моды среди высокопоставленных людей на большой теннис, на кортах велись переговоры, заключались самые разные союзы, сделки и так далее. Как я уже говорил, есть подражание осознанное, есть бессознательное. Но вот иногда это подражание и зеркальность, вот это вот быть, как все, не идти поперёк общему течению, это, ну, заметьте, подросток, которому обязательно хочется одеться по моде. Ну, мы все пережили период джинсов-клёш в своё время когда-то, ещё какие-то вещи. То есть, мода приходит и уходит. Вот это вот не быть чужеродным, подражать кому-то, не быть одиноким, не быть не таким, как всем. Хотя, даже интересно, иногда это мода в каком-то микросоциальной группе, она как раз на том, чтобы не быть как все, не быть как все вокруг, не быть как все эти мещания, не быть как все эти обычные люди, как скучные родители, которые ходят на работу, как буржуа, которых не интересует ничего, кроме доходов и спокойного семейного быта. Но, как мы знаем, бунтарство тоже становится подражанием. Мы помним времена панк-рока, булавки огромные, вот вальтос, специфические прически и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это какая-то загадочная ловушка. Даже стараясь быть не таким, как все, ты в итоге начинаешь кому-то подражать. Наверное, есть законодатели, тренд-сеттеры, наверно, есть те, кто устанавливает, являются тем, кто придумал что-то новое. А затем все идет толпа подражателей. Наверное, кстати, возвращаясь к этим эволюционным механизмам, быть, как все, подражать, это, в общем-то, механизм распознавания свой-чужой, если мы задумаемся. В интеллигентной среде это могут быть просто вот как эти маркеры, цитаты из литературных произведений, если человек цитирует там какие-то строчки, и мы понимаем, что вот это там из «Мастера Маргариты», это из «Высоцкого», это сразу делятся какие-то вот определенные... Общекультурный код, как это называется, по-моему. Я говорю о более ранних вещах. Когда мы свои, мы себя выделяем, не знаю, что нас выделяет, национальность, либо еще до понятия национальность, это наше племя, или это наш род. И мы распознаем своих, значит, те, кому мы вроде бы можем доверять. И в то же время чужие это те, кто опасны, кому подражать не надо. всеми любимое слово ксенофобия, которая на сегодняшний день носит отрицательную окраску, потому что неприязнь, отрицание чужого, ненависть к чужому, страх перед чужим, на этом основаны расизм и еще много всяких плохих слов. Но опять, если мы подумаем, что ксенофобия когда-то была механизмом выживания, то есть чужой скорее всего принесет с собой в какие-то древние времена не можно сказать какие-то знания, но скорее всего опасность, угрозу, угрозу существованию, человек, который завоюет твою территорию или твои охотничьи угодья или еще что-то. Поэтому когда-то это разделение на свой и чужой было очень важным. И сейчас, мне кажется, тоже то, о чем мы говорим. выделение своих хочется быть частью чего-то большего. мало кому нравится одиночество. Очень мало кому нравится быть полностью отдельным. Поэтому отзеркаливая тех, кто мне интересен, я становлюсь их частью. Ну, опять, допустим, я думаю, что все это отзеркали, у меня тоже какие-то свои возрастные этапы. Вот ребенок на каком-то этапе он часть семьи. Мамы, папы, бабушки, родственники, все свои, вот я в этой семье. Начинается этап, когда я хочу быть своим в компании подростков. И тогда я начинаю бороться с семейными ценностями, отрицать их и принимать новую картинку, даже специально противопоставляя себя прежним ценностям. люди переходят из одной группы в другую. Даже вредные привычки тоже появляются, вот я просто помню, зафиксировал как у себя в памяти, что я начал в школе просто курить из-за того, что когда собирается компания и все выходят покурить, как будто ты остаешься как будто вне своей группы, то есть ты сразу от нее отделяешься и откалываешься, то есть это вот был какой-то один из каких-то моментов, когда вдруг почему-то я начал курить именно из-за того, что я хотел быть частью вот этой группы школьной, которая не оставаться за рамками компании. Ну, что да, я как будто принимаю некого, исполняю совместный ритуал. Это нас возвращает к религиям, к древним формам религий. Мы исполняем совместные ритуалы, значит, мы одно целое. То есть курить, пить, это тоже сближает. Ну, допустим, я знаю, много людей начали курить, потому что в школе или на районе все выходят покурить, ну, я выхожу, но стоять все курят, а я без сигарет, это как-то глупо. Или я знал людей, которые начали курить в армии, потому что это был один из способов проводить свободное время вместе, быть белой вороной никому не хотелось. Кстати, мимоходом подумал, ну, не лекция, а беседа, у меня мысль скачет прихотливо. Если мы говорим об отзеркаливании, вроде то, что мы сказали, вот проходит определенный возраст, зеркальные нейроны уже перестают быть такими значимыми, и человек начинает жить самостоятельной жизнью. но мы возвращаемся к психотерапии и к той части личности, которая называется суперэго, сверхя. Та часть личности, которую тоже были заложены изначально с детства правила, законы, заложенные родителями. Это не то, к чему ты пришел аналитическим путем. Это не то, что ты подчеркнул своего опыта. В свое время мама, папа, общество сказали, что так правильно, так неправильно. Это хорошо, это плохо. Так надо оценивать, воспринимать такие-то вещи, а так не надо. И казалось бы, судя по теории зеркальных нейронов, ты уже взрослый возраст и тут живешь своим умом. Удивительное количество людей живут по-прежнему вещами, которые когда-то им сказали в детстве. Так правильно? Им сказали в детстве, или они это услышали по телевизору, или это они прочли в каких-то книгах или учебниках. И это осталось просто вот таким инородным телом, которое, тем не менее, воспринимается, и ты бессознательно руководствуешься этим, принимая решения, выбирая друзей, выбирая профессии и так далее. И так далее. Вот, кстати, в выборе профессии я помню, это были 90-е или попозже, когда были две достойные профессии экономист и юрист. Все должны быть экономисты, юристы, и университеты извергли из себя гигантское количество экономистов, скажем так, людей с экономическими и юридическими дипломами. Образование было самого разного качества, и вытаскиваю такое количество экономистов не нужно никому, но, тем не менее, вот, сказали, это престижно, так принято, и тут тоже включается механизм подражания. Я даже не слушаю, нравится мне это или нет, так надо. Вот, со взрослыми людьми по ходу терапии мы всегда обязательно находим что-то, что было некогда заложено и воспринималось как аксиома, это не требует доказательств. Ну, к счастью, на каком-то это все включается, рациональная взрослая часть, и вдруг выясняется, что принципы, которыми ты руководствовался всю жизнь, не так уж и бесспорны, и не так уж и полезны, и, наверное, если от них избавиться, ты начнешь действовать и жить по-другому, более качественно. Ну, опять-таки, не все, наверное, способны на такой, в общем-то, достаточно решительный шаг, и мне кажется, что жить отзеркаливая не только поступки, но и мысли других, ведь многие люди в беседах, там, в разговорах, может быть, просто пересказывают идеи, мысли, которые они услышали по радио, по телевизору, прочитали где-то, ну, чужие какие-то мнения, высказывания, которыми они, ну, вот, их используя, они поддерживают разговор, но это не их какие-то открытия, не их мнения. Ну, к сожалению, сейчас так много источников информации, но при этом изобилии, все равно людей традиционно есть любимый интернет-канал, любимый блогер, любимая газета, любимый телеканал и так далее, и так далее. И почему-то вот это вот идти по привычному пути, тоже вот это многократное отражение одного и того же чьего-то старого опыта мешает людям как-то воспринимать этот мир. То есть люди даже как будто и не хотят воспринимать чужое мнение. Я, кстати, признаюсь по себе, это замечал. Вот есть какие-нибудь персонажи или темы, которые мне кажутся неприятными. Допустим, я люблю разные лекции по истории, по философии. Вот видишь, какой-то он мне сразу не симпатичный, он где-то попадался и казался очень не симпатичным. И вроде бы не надо его слушать, потому что он не укрут. Я понимаю, что я себя лишаю другой информации, другого взгляда на вещи, что, наверное, стоит послушать. Ну, не там, где человек вызывает совсем сомнения в его интеллектуальной мощи. Но, в общем-то, сломать привычный стереотип и послушать человека, который представляет другую точку зрения и который может тебе не симпатичить, но это не значит, что он глуп, это очень полезный навык. Да, я, кстати, тоже обратил внимание, что в какой-то момент мне стало скучно, я вдруг подумал, зачем получать информацию. то есть, очень много людей ищут прежде всего подтверждение каких-то своих убеждений, своих ценностей, то есть, они готовы воспринимать только ту информацию, которая подтверждает их точку зрения, заранее априори не желая даже воспринимать информацию, которая противоречит вот их какому-то пониманию меру устройства. Хотя, наверное, гораздо полезнее, то есть, мне, например, интереснее слушать новости, именно из тех источников, с которыми я принципиально не согласен, но мне интересно услышать альтернативную точку зрения и попытаться понять, могу ли я аргументированно опровергнуть ее, или есть какой-то рациональный озернок, с которым все-таки может быть стоит и согласиться. Наверное, мы можем предположить, что когда человек выбирает только те источники информации, которые подтверждают его точку зрения, то, скорее всего, движет им не стремление познания, а стремление убедиться, что я прав, я хороший. Я прав, равно я хороший. Вот я получил еще 10 подтверждений тому, что мои взгляды верны, а те взгляды, которые могут меня заставить усомниться, я отброшу. Звонок? Да, у нас есть звонок, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Ларис. Вы знаете, вот по поводу неприятия, у меня муж терпеть не мог Гонопольского, он не смотрел его передачи. Мне Гонопольский тоже не очень нравился, но вот из-за того, что у него очень часто были очень интересные и умные люди, я плюнула на самого Гонопольского, я с удовольствием смотрела его передачи. Спасибо. Спасибо. Я Гонопольского просто знаю в жизни, вот, очень смешно, но в 90-х, в начале, в самом начале 90-х годов мы познакомились, когда я начал писать сценарий для одной его программы и в принципе вот как-то мы сохранили отношения с тех пор и действительно я знаю, может быть, совсем по-другому, то есть многие считают как бы, есть образ, есть в общем-то человек очень приятный, интересный, интеллигентный, умный. Лариса права, человек тебе неприятен, не значит, что ты не можешь почерпнуть что-то полезное из его передачи, книги и так далее. Ну, наверное, то тоже нельзя впадать в крайности и не слушать, и не читать всё подряд, информационная всеядность, наверное, тоже не хороша, не разборчивость, но, наверное, можно себе позволить хотя бы прикидывать, кто хоть нам и не симпатичен, может нас вызывать, может давать нам какую-то полезную информацию. что ещё мне кажется интересным об отзеркаливании. Мне кажется, отзеркаливание, как бы это сформулировано, может накладываться друг на друга, отзеркаливание на отзеркаливание. Мы вроде отражаем реальность, но мы её окрашиваем какие-то свои цвета. Вот я запомнил две вещи, одна вещь, которая ещё из моей юности, когда я, как многие, какое-то недолгое время увлекался собиранием марок, и были марки, посвящённые Октябрьской революции, но выпущенные то ли в Мозамбике, то ли в Анголе, не помню где. Сцена в Смульном. Очень интересно, что у Владимира Ильича Ленина и окружающего солдат, матроса и так далее, выражены негроидные черты лица. У Владимира Ильича были губы, приплюснутый нос, и довольно-таки смуглая кожа. То есть, в общем-то, тоже понятная история. Люди искренне создают серию марок, причём события в России. Но поскольку пропускают через свои фильтры, родное, знакомое и понятное, то мы получаем негроидных большевиков. Кроме того... Торо борются с белыми. Да. Белые показаны там не были. Кроме того, я помню, был какой-то плакат с портретом Брежнева. Но плакат был написан где-то то ли в Киргизе, то ли в Казахстане. У Брежнева были выражены азиатские черты лица. Тоже, кстати, похоже. Я недавно одну лекцию услышал. Ну, мы знаем, у археологов, у людей, которые реконструируют прошлое, есть такой метод академика Герасимова, который по... брал череп человека и мог воссоздать с какой-то степень вероятности черты его лица. Вот когда брали черепа людей в Китае из глубокой древности, еще периода неолита, допустим, и, а может, более ранних периодов, то когда один череп восстанавливали китайские ученые, второй череп восстанавливали европейские ученые. Вот у китайского черепа оба они из Китая. У этих черепа были опять выраженные азиатские черты лица. То есть, в общем-то, люди отзеркаливо все используют какой-то свой опыт, свои представления вот это как должно быть. И это, мне кажется, очень интересно, потому что случаи, примеры, которые я привел довольно-таки курьезны, но где еще в жизни, если мы задумаемся, где мы воспринимаем чужой опыт, окрашивая его в свои какие-то переживания, в свои опыты, продукции из зеркальных нейронов, мы получаем нечто совершенно другое. Если вы помните, была в детстве такая игра в испорченный телефон. Кто-то кому-то что-то шепнул на ухо, второй передал другому, по цепочке, в итоге, в конце цепочки совершенно не то, что было сказано вначале. Вот я думаю, с этими многократными зеркальными отображениями количество искажений настолько суммируется, что в конце превращается в нечто совершенно другое. Была ведь еще очень интересная лингвистическая игра вот в испорченный телефон, когда, я не помню, у какого-то автора известного филолога, он ставил эксперимент, когда фраза из Гоголя переводилась по цепочке сначала там, ну, условно, на польский, потом на немецкий, потом на французский, потом на английский, и каждый при каждом переводе что-то искажалось и терялось. То есть, вот где-то, значит, борщ, ну, превращался в другой суп, поскольку он там не... И вот как обычная вот фраза вдруг искажалась до полного неузнавания именно из-за того, что каждый, при каждом переводе каждая культура вносила свои какие-то небольшие поправки в текст. Да. Я думаю, откуда-то из глубины веков дошедшие до нас учения, идеи и так далее, какое-то количество маленьких или больших искажений накапливалось по пути, и насколько изменилось любое учение, дошедшее до нас на сегодняшний день. Тут, в общем-то, в сегодняшнем дне, когда смотришь, какие-то идеи меняются до неузнаваемости, проходящие через социальные сети, или какой-нибудь, ну, вы как человек работающий с информацией знаете, как быстро информация искажается и меняется до неузнаваемости, как можно где-то не договорив, а где-то чуть-чуть прибавив, изменить сюжет, идею и так далее. И это не обязательно делаться осознанно. Это, опять же, вполне возможно, что многое делается бессознательно, потому что стоит эту идею сделать более схожей со своими взглядами и передать ее чуть-чуть подправив, чуть-чуть изменив. Насколько я знаю, когда переписывали монахи, историки переписывали какие-то книги, мне считалось нормальным внести поправку, что-то, что как-то не отвечает духу времени убрать, где-то внести свою идею. То есть та же история. Какие-то источники информации доходят до нас совершенно искаженно. Видите, хотя, вроде, опять это многочисленное отражение отражений. Да, это, в принципе, как архивист я могу тоже сказать, что вот когда архивные документы отражают какой-то взгляд историй, но, тем не менее, вот их интерпретация и затем сначала они попадают в, издаются археографическими сборниками, затем это попадает в научную литературу, затем это попадает в научно-популярную литературу, потом в популярную и в итоге, конечно, вот смысл события, отраженного в документе, может очень сильно искажаться изменяться. Это мы все прекрасно помним, хотя бы на примере истории, как менялась история революции в 20-е, в 30-е годы, когда из нее вычеркивались просто имена, фамилии и полностью переворачивалась история с ног на голову. Окей, если мы попробуем немножко резюмировать то, о чем мы сегодня всю передачу говорили. наверное, отзеркаливание, подражание кому-то или чему-то является обязательной частью нашего развития и нашей жизни. Наверное, для наших ранних периодов это важно, как, ну не знаю, начальное накопление навыка и материала. Но мне кажется, что, ну вообще, я много раз говорю, я люблю слово осознанность, если ты, то, что ты делаешь на самом деле, это отражение чьих-то действий, отражение чьих-то взглядов, которые ты воспринял некогда бессознательно или наполовину осознанно, ну как минимум не вредно было бы осознать то, что ты делаешь, насколько это отражение, насколько это подражание, копия, а насколько это уже твое собственное. Наверное, есть навыки, которые когда-то подражали, и они были нам полезны, но потом они перестали быть нам полезны. Они нас тормозят, они не дают нам видеть мир своими глазами, они не дают нам строить отношения воистину с чистого листа, а не на бесконечном повторении чужого опыта. Так должно быть или так не должно быть. Я думаю, что скучно прожить жизнь чьим-то отражением. Скучно прожить подражатель, копиист. Хорошая, наверное, профессия, но, наверное, мы знаем, есть художники-копиисты, которые добросовестно копируют чужие шедевры. Более того, они скопируют это, скорее всего, так, что неопытный человек не найдет разницы. Хотя, с тех пор, как появились разные технические приспособления, зачем оно нужно. Ну, наверное, если примерить к себе, каждому хотелось бы славы художника, а не копииста. И только вслушиваясь в себя, можно начать действовать с чистого листа, насколько это возможно. Только вслушиваясь в себя, можно понимать, где ты являешься подражателем, а где ты хочешь перестать им быть. И, наверное, в итоге это скажется хорошо на твоей жизни. Ты проживешь свою жизнь и не чужую, ты выстроишь свои отношения и не чужие, и, наверное, ты получишь много информации, которая для тебя будет новой, возможно, неожиданной, не всегда приятной, но обязательно пригодится. Спасибо большое, Резник Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели» до следующего, через неделю. Всего доброго.